с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 25 октября международный день борьбы женщин за мир проходит он в рамках недели действий за разоружение проводится по решению международной демократической федерации женщин аж с 1980 года также сегодня день таможенника россии в 1653 году в царстване алексей михалыча издан таможенный устав который установил единую рублевую пошлину на территории страны о родившихся 1825 год в этот мир приходит юаган штраус сын австрийский композитор дирижер и скрипач признанный король вальса автор многочисленных танцевальных произведений и нескольких популярных оперет сказки венского леса летучая мышь цыганский барон сочинять он начинает очень рано первый вальс написан шестилетним мальчуганом всего штраус написал 496 произведений в том числе 168 вальсов 117 полик 73 кадрильи 43 марша 31 мазурку 15 перед комическую оперу и балет еще один не забыл написать жорж безе родился в 1843 году французский композитор периода романтизма автор оркестровых произведений романсов рот и пьяных вес а также опер самой известной из которых стала конечно же кармен 1881 год еще одна звезда пабло пикассо испанский художник приходит в этот мир секрет искусства был непонятен ему самому он говорил картина приходит ко мне из дальней дали кто может сказать откуда именно я угадал увидел написал ее и я же на следующий день уже не могу понять что сделал они жерарда рождается в 1931 году французская киноактриса рока его братья смог жить чтобы жить а в 1950 году в этот мир приходит крис норман бывший вокалист английской группы смоки ну а теперь некоторые события дня 1762 год екатерина вторая повелела заселить мало обжитые районы россии в том числе украину иностранцами екатерина алексеевна обосновала манифест своим материнским матерним как говорили тогда попечением и трудами о мире и благоденствие верены ей богом российской империи а также заботами об умножении этой обители уже вскоре возникли первые немецкие поселения в поволжье отведенным для переселенцев наплыв немецких колонистов был столь велик что в 1766 пришлось временно приостановить прием новых переселенцев до обустройства уже въехавших 1817 год в москве на воробьевых горах присутствие императора александра первого заложен храм христа спасителя по проекту александра лаврентьевича видберга этот проект не был осуществлен через 22 года когда видберг заканчивал свой срок отбывания в ссылке было начато строительство нового храма на новом месте по проекту архитектора тона 1836 год в центре парижа на площади согласия установлен двадцати трехметровый обелиск из розового гранита его доставили из египетского луксора где он около 1285 года до нашей эры был воздвигнут перед храмом фараона рамзеса второго и в 1830 году преподнесен в дар французской столице египетским правителям мохаммедом али перевозка 220-тонного монолита на специально построенном судне сначала вниз по течению нила затем через средиземное море и наконец по французской территории до парижа продолжалась более четырех лет и обошлась французам в 2 миллиона золотых франков 1839 год манчестере выпущена первое в мире железнодорожное расписание известный картограф и издатель джордж брэдшоу составитель первых правил железнодорожного сообщения выпустил манчестере это самое расписание под таким названием железнодорожное расписание и помощник путешествующим по железным дорогам брэдшоу брошюру включены карты планы городов окрестностей лондона ливерпуля и бирмингема и таблица которая должна была помочь пассажирам определить время которое они проведут в дороге с учетом указанной скорости движения поездов он знал что будет еще интернет расписание 1870 год в сша зарегистрирована первая в мире торговая марка начавшийся в 19 веке период борного промышленного роста приводит к появлению этих самых торговых компаний на эскизе марки изображен орел который держит горшочек с краской в клюве а также вымпел со словами экономично красиво надежно ну настоящий логотип как мы сказали бы сегодня 1922 год войска народно-революционной армии дальневосточной республики под командованием иронима уборевича занимает владивосток последние бойцы белой армии на кораблях сибирской флотилии под командованием контр-адмирала георгия старка ночь на 25 октября отплывают пусть от откуда направляются в манилу это день окончания иностранной интервенции и открытой гражданской войны в россии 1929 год черная пятница начало всемирного экономического кризиса он будет продолжаться до 33 года стоимость акций падает на 90 процентов массовое разорение мелких вкладчиков сша сразу же сказалось на торговле и промышленности 1930 год нью-йорк таймс сообщает об удивительном случае он произошел на одной из автострад в саксонии одновременно на дороге вдруг заглохли моторы у 40 автомашин и несмотря на все усилия владельцы не могли их завести также неожиданно это же одновременно через час моторы вдруг заработали как ни в чем не бывало 1935 год в германии запрещена передача джазовой музыки по радио если в составе ансамбля есть евреи или чернокожие американцы признанные по нюрнбергским законам от 15 сентября 1935 года неполноценными народами ужасное время 2007 год первый коммерческий рейс совершает летающий пятизвездный отель компании сингапурские авиалинии самый большой за всю историю пассажирский лайнер а 380 он доставил 455 пассажиров из сингапура в сидней вся выручка направлена на благотворительной цели самый дешевый билет стоил 560 долларов самый дорогой в люксе с двуспальной кроватью 100 тысяч 300 долларов размах крыльев и спали на с четырьмя двигателями почти 80 метров длина фюзеляжа 73 высота 24 метра максимальный взлетный вес 560 тонн коммерческая загрузка 83 тонны предельная дальность перелета на крейсерской скорости 960 километров в час свыше 15 тысяч километров что приблизительно соответствует расстоянию между нью-йорком и гонконгом самолеты а 380 были разработаны и производятся концерном airbus ну и последнее 1998 год на одном из аукционов сша выставлен на продажу кольт детектив спешил калибра 32 переделанный в начале семидесятых по специальному заказу автористского доктора постараюсь назвать его без ошибки дитера линца фон ум дцу гебру держать кирхе отличительная особенность оружия состоит в том что он предназначен для охоты на вампиров судите сами посеребренный корпус покрыты охранительными знаками крест на дульном срезе для освещения пули непосредственно на выходе ствола а самое главное 7 серебряных пуль каждый из которых воспроизводят голливудский образ графа дракулы клыки вертикальные зрачки и прочее две из них явно были употребление но на кого охотился доктор узнать так и не удастся он бесследно пропал много лет тому назад а пистолет остался с вами был николай пивненко в проекте дата